Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Просто о вере» я и ведущий священник Максим Портнов. Интернет, социальные сети, IT-технологии — это всё уже давным-давно вошло в нашу повседневную жизнь. А вот интересно, как Церковь относится к тем или иным современным технологиям? Об этом мы поговорим с нашим гостем, священником отцом Назарием Курбановым, постоянным гостем нашей передачи. Отец Назарий, здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Спасибо, что опять к нам приходите и даёте возможность поговорить на очень интересные темы. Отец Назарий, мы с вами родились уже практически в эпоху, когда интернет начал сначала на очень маленьких масштабах развиваться. Сначала это были простые поисковики, а потом всё больше и больше. И сейчас мы находимся в таком положении, когда без интернета невозможно ничего. И у многих людей возникают вопросы. А вот Православная Церковь, она как относится к этому всему? Может быть, даже существуют какие-то такие стереотипы о том, что Церковь, она против выступает вот этих вот технологий современных. Вот как здесь обстоит дело? Стереотипы на самом деле есть. Мы даже в своё время в одном из выпусков общались на эту тему. Стереотипы о том, что Церковь против науки, против технологий. И сразу начинаются обычно у человека отсылки ко времени Инквизиции в католической церкви, когда сжигали учёных и так далее. Так всё-таки она вертится, да? Да, она как бы сразу на ум приходит, когда вот заходит речь о церкви и технологиях. На самом деле здесь такой комплексный вопрос, здесь не всё так просто. Здесь есть и свои «за», и свои «против». И, как правило, оно в жизни бывает. Чаще всего многое зависит от людей, в том числе от людей, которые находятся в церкви. И как в любом обществе есть люди, которые «за», какой-то прогресс, за развитие. И в том числе в обществе есть люди, наоборот, более консервативные, которые говорят, «Постойте, постойте, а что нам это даст? А к чему это может привести?» И в церкви то же самое. То есть в истории православной церкви действительно были люди, которые с опаской глядели на развитие там и печатного станка, и на развитие там, когда повсеместно электричество стали проводить в храмы, да? И на многие-многие другие вещи, связанные с технологиями. Даже по сей день тоже немножко до сих пор еще диковинка будет, если священник выйдет и по телефону будет читать молитвы. Такое иногда встречается, но все равно где-то люди могут с опаской к этому отнестись, как-то с некоторым непониманием. И в то же время мы видим наоборот, когда священник вместо служебника. Служебник — это книжка, по которой священник читает молитвы во время службы. Если он вместо вот этого служебника закачал все тексты себе в телефон и стоит в телефоне и читает во время службы. Бывает такое? Бывает. Поэтому здесь скорее больше зависит от людей. И в церкви есть люди разные. Есть люди, которые, опять же, с опаской относятся, к прогрессу. Опять же, у каждого свои причины какие-то могут быть. Почему? У кого-то это связано с концом света, с приходом Антихриста, который за счет развития технологий будет захватывать власть над человеком и контролировать все аспекты его жизни. У других просто, что может хорошего технологии привести и так далее. И наоборот. Люди только за. Нужно внедрять новые технологии в нашу жизнь. Поэтому в церкви, как и в любом обществе, есть и такие люди, и такие. И история нам об этом тоже говорит. И как в истории были церкви вообще, в принципе, не только православные, а вообще церкви, те, кто, да, там, сжигал, гнал, так и были, наоборот, ученые-христиане, которые были вообще основоположниками в некоторых научных направлениях. Поэтому многое зависит от людей, как и в обществе. Поэтому здесь такого однозначного ответа нет, что церковь консервативна и против технологий, или наоборот, церковь прогрессивна и за. Есть и такие-таки точки зрения. То есть как бы церковь относится в какой-то степени с осторожностью, наверное, потому что ведь новые технологии, не до конца понятно, как их принимать, что с ними можно сделать, какие они плюсы принесут, какие минусы. И получается, что сначала она подходит к этому, может, даже где-то чрезмерно, консервативно. Но не бывает ли так, что и в другую сторону происходит перегиб? Ну, конечно, церковь напоминает постоянно и все-таки об этике научной. То есть есть все-таки такое понятие, как научная этика. И там есть один из тезисов в научной этике, что благо, которое должно приносить вот это открытое или исследование, оно должно превышать тот ущерб, который оно может нанести в итоге всему человечеству. Я сейчас точно не помню, где вот об этом сказано, но я помню, что вот есть такой пункт, который касается научной этики. Поэтому, конечно же, мы всегда рассматриваем нравственный, моральный, этический аспект науки, научного движения. А как без этого? Иначе вообще к чему это все может привести? Поэтому здесь, конечно же, христианам нужно задавать вопросы, нужно задумываться, и нужно все-таки говорить с людьми о том, где вы и как вы собираетесь использовать эти технологии. К чему в итоге это все может привести? И об этом задумываются не только христиане, об этом задумываются в том числе и люди, которые стоят у истоков развития вообще современной науки. Тот же Илон Маск неоднократно задавался вопросами, которые касаются искусственного интеллекта, к чему вообще это может все привести. Да, и опять же, возвращаясь к художественным фильмам, да, есть множество фильмов, размышления о том, что может быть, в том числе фильмы размышления о том, какому тотальному контролю могут привести технологии над человечеством, да, такое антиутопия, государство антиутопия. Об этом люди всегда размышляли, и это правильно, это должно быть. И поэтому не только церковь на эту тему размышляет. Поэтому, опять же, когда нас там пытаются как-то укорить, что вот мы как-то консервативные, православные, да, верующие пытаются это все тормозить, но это не только верующие. Это, в принципе, нормальный голос разума, к чему вообще может привести то, чем ты занимаешься. Твое открытие, оно принесет вред или пользу человечеству? И это вопросы, над которыми, мне кажется, человеку ответственному нужно задумываться. Ну да, ведь даже если посмотреть на историю возникновения поисковиков, мы их называть не будем, они нас за это не платят, но начиналось ведь с интересного момента. Они создавались как поисковики по Библии, и первые попытки, значит, именно в тексте священного писания найти нужную строчку по определенной фразе или половине даже фразы. Многие, если не месяцы, то даже больше, значит, технология развивалась именно на священном писании. И уже потом оно пошло дальше. Так вот, церковь, она должна присутствовать, получается, в этих технологиях? Она должна как-то свое мнение дать на эту технологию? Что церковь может сделать в интернете? Такого, что перевесит, вот, может быть, отдельно взятые голоса, которые будут говорить, нет-нет, давайте мы будем консерватированы? Нет, церковь, конечно, должна присутствовать. И в этом плане у нас даже есть документ, там, основа социальной концепции Русской Православной Церкви, где, например, есть вообще интересный пункт касательно биоэтики. Мы с вами, отец Максим, в свое время общались на эту тему, да, касательно репродуктивной технологии и так далее, о чем раньше вообще церковь даже, ну, в таких серьезных масштабах, с которыми сейчас мы сталкиваемся, именно благодаря науке, какие разные виды есть борьбы там с тем, что у людей там нет детей и так далее. Церковь раньше не знала таких проблем. Генетики как таковой просто не было. Да, она появилась уже впоследствии. Относительно, да. Да, да, да. И церкви нужно давать ответы на такие вопросы. К чему это может привести, да, что такое клонирование там, а что происходит там с душой и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, церковь, она всегда вместе с людьми. Те проблемы, те испытания, с которыми люди сталкиваются, с этим сталкивается церковь, потому что церковь – это и есть люди. Поэтому церковь, конечно же, важно, чтобы принимала участие. Просто, я говорю, многое зависит от людей. То есть люди иногда начинают перегибать палку, и вот, ну, просто бывают люди безграмотные, и они начинают везде вот какой-то подвох искать, говорить, что все, нам там вышки какие-то там мозги промывают, их там надо эти вышки сломать, или там волны какие-то влияют, там я там начинаю разлагаться, или чесаться, или еще что-то, я не знаю. Но это совсем какие-то странные бывают вещи. А если человек говорит о каких-то все-таки вещах адекватных, да и церковь в том числе говорит, и нужно к этому прислушиваться. То, что касается интернета, опять же, технологии важно, чтобы мы воспринимали их как инструмент. Технология – это инструмент, и человек этот инструмент может использовать, опять же, либо во благо, либо во вред. Тот же самый интернет. Ты можешь действительно почерпнуть там глобально огромную сокровищницу вообще знаний духовных. Множество книг святых отцов там было и переведено, и напечатано. И много других интересных вещей можно найти в интернете, полезных для души. И наоборот, ты можешь использовать для того, чтобы найти что-то, что повредит твоей душе или потолкнет тебя ко греху. Поэтому к интернету и к технологиям нужно относиться как к любому другому инструменту, как к ножу, которым, как мы часто примеры приводим. Ножом можно хлеб нарезать, можно человеку вред нанести. Но здесь то же самое. Поэтому вот эти вот, опять же, высказывания, когда люди начинают сетать, вот, интернет – зло, гаджеты – это зло, там, бедные дети от этого страдают, это действительно так. Но нужно тогда научить наших детей, нужно научить людей, как правильно этим всем пользоваться. как сделать так, чтобы они не получали вред от этих технологий. Как научить их использовать их так, чтобы они получали пользу для своей души. А это уже сложнее. Проще сказать, что это все плохо, нужно сжечь, сломать, поломать, выкинуть. И все, и тебе делать вроде ничего не надо, все, ты пометил, а техника бесовская, горе, она вся в аду. И, с другой стороны, все-таки попытаться научиться ей пользоваться, научить там своих детей, как-то следить за ними, помочь им, опять же, там, найти тот же контент, который будет детям полезен. У меня, например, там вот дети некоторые, смотря ролики, там, чуть ли не английский алфавит весь выучили сами, без моей вообще помощи. То есть здесь можно какие-то вещи все-таки позитивные вынести из этого. Просто нужно трудиться, как и в любом другом случае, обучаться, вникать во все это. А нам, к сожалению, дается это очень сложно. Особенно, когда касается каких-то нововведений. Особенно, если человек уже в возрасте, ему тяжело во все это вникать. Но, если уж человек вникнет, вот там уже более такой интересный процесс начинается у человека. И тогда у него и приходит понимание, как можно с детьми на эту тему общаться, чему их можно научить. Поэтому эта тема интересная, но какого-то открытого негатива, я думаю, здесь нет. Это просто инструмент, которым нам нужно научиться правильно управлять, использовать. Посмотрите, отец Назарий, вы говорите, что негатива здесь нет, что это только инструмент. Но ведь вот эти современные онлайн-площадки доходят до того, что появляются онлайн-храмы. Что туда виртуально можно зайти, поставить виртуальную свечку, приложиться к виртуальной иконе. И у нас получается потихоньку жизнь из нашей реальности начинает переходить в виртуальность. И можно по какому-то храму пойти онлайн, можно онлайн посмотреть службу сегодня и прочие-прочие моменты. А вот здесь нет опасности? Ну, я нет, я не вижу здесь прям какой-то такой серьезной опасности. Здесь скорее просто есть спрос у людей на то, чтобы ничего не делать. И мне проще вот зайти там, записать, зачем мне самому в храм идти. То есть здесь скорее такое... Здесь акрамилизация происходит, наверное, да? Да нет, опять же, здесь то же самое, как вот отец Максим, то же самое, как сказать, что вот ты с близкими общаешься по телефону, все, и ты отдаляешься от своих близких. Один момент, то есть момент один, когда у тебя нет возможности видеться с близкими, ты используешь любую возможность, чтобы хотя бы какой-то с ними контакт поддерживать. Да, будь то социальные сети, будь то телефон, вот, но у тебя нет возможности, и никто тебя не осудит, не скажет, ну, почему ты там маму не навестишь? Ну, допустим, человек там за границу, у него просто нет возможности к ней приехать. Но, опять же, если у тебя есть возможность, ты, конечно же, всегда стараешься вживую встретиться с человеком, тем более, если твоя мама, отец, близкие твои родные друзья, ничто никогда не заменит тебе живой встречи. Даже там конференция по какой-нибудь видеосвязи, по мессенджеру, это все равно не то. Живая встреча, живое общение, это совсем другие эмоции, совсем другая жизнь. Поэтому здесь скорее идет просто, мне кажется, речь о лене, что люди не хотят, ленятся проявлять внимание, некогда, им проще вот отгородиться как бы вот такими внешними факторами, виртуально посмотреть храм, виртуально там послушать молитвы, то есть не самим читать молитвы, молиться перед иконой, а самим просто включить запись. И где-то она на фоне читается, и ты там своими делами занимаешься, о, вроде там на фоне молитва прочиталась, вот я вроде помолился. Какая-то молитва Ты занимался своими делами У тебя просто на фоне играло Или духовное песнопение Или музыка какая-то духовная Либо молитвы читались А ты даже слова ни разу не повторил Хотя бы про себя Как-то своим сердцем не откликнулся на них Поэтому здесь вот опасность Скорее именно культивации Нашей какой-то духовной линии Оторванности от реального мира От реального делания От реальной жизни Здесь скорее больше опасность Именно в этом И здесь просто Человеку нужно быть честным перед собой Другой момент Конечно, когда есть просто люди Может быть асоциальные У них какие-то проблемы в жизни Или еще что-то Им как-то вот проще В виртуальном пространстве Заводить знакомства, общаться То есть у них вот какие-то Ну есть реальные проблемы В том, чтобы наладить контакт к жизни Вот в жизни человеку тяжело подойти Там познакомиться А в интернете, пожалуйста Он там душа компании Общается спокойно Там он там тысячи знакомств заводит Вообще проблем никаких нет Это уже другой момент Здесь уже нужно разбираться тогда В частности, когда жизнь этого человека Почему вот так у него произошло Почему у него в реальной жизни Не складываются отношения Вот в общении А тут вот у него все нормально Здесь тоже нельзя вот так категорично сказать Вот его там интернет засосал и так далее Может у человека проблемы какие-то в жизни было И вот это единственное было отдушено Которое он какой-то для себя нашел спасение Или просвет времени Но опять же Нужно над этим работать Понять, почему человек уходит Вот в эту виртуальность Почему человек отторгается Отталкивается от реального мира И уже с этим разбираться Поэтому здесь вот моменты вот такие Мне кажется То есть это просто какая-то элементарная лень Нежелание сходить в храм Помолиться, что-то сделать Реально С другой стороны Какие-то просто проблемы Может быть внутренние Или какой-то склад характера Что человеку вот проще Одному где-то в интернете там общаться Вот опять же С другой стороны Для людей, которых может быть нет возможности По каким-то причинам Они там болеют Не могут с кровати встать Да, может быть Опять же У них там проблемы какие-то С чтением или так далее Пожалуйста Ты включил службу Побыл на храме Может быть У этого человека вообще нет никого Кто бы мог его свозить куда-то В паломничество А человек открыл Посмотрел Так для него это радость Он все-таки душой Мысленно побыл там Поэтому здесь и плюсы Все-таки есть тоже от этого Просто опять же Многое зависит от самого человека Который использует эти технологии Если он использует эту технологию Просто для того Чтобы свою лень подпитать Ну Никакую пользу от этого не получит Если человек использует Эту технологию Для того чтобы Приобщиться к радости Там службы Молитвы Просто потому что У него нет другой никакой возможности Так это же круто Это классно Другой момент Что все-таки Реальной Молитвы Реального общения Живого Виртуальность никогда не заменит Но это просто факт Это Отрицать Этого Невозможно Именно поэтому Даже в интернете Там люди общаются Между собой Знакомятся Они же все равно Они не будут просто Если они там Интересны друг другу Или там два друга Там Долгое время общаться Они все равно Начнут на какой-то Живой контакт идти А как тебя зовут А сколько тебе лет Да там А пришли там Свои социальные Какие-то страницы И так далее То есть они все равно Потихонечку Начнут переходить в реальность А в реальности Что это за человек Да Вот он вот здесь Где-то там Незнакомый За экраном монитора А в реальности Он кто И он как бы все равно Нормальный человек Он пойдет дальше Ему будет интересно Если это действительно Там добрый его друг Или хорошее отношение Он как-то все-таки Ему будет это интересно Он будет понимать Что реальная Как бы Реальная дружба Реальные отношения Они строятся только В реальной жизни А не просто где-то там За экраном монитора Это все равно Потом должно Переходить дальше На какой-то следующий этап Так и здесь Человек Который может быть Где-то соприкоснулся С молитвой Там посмотрел Богослужение Или Там ролик какой-нибудь Да Там В интернете Ему потом захочется Может быть Приехать в этот храм Помолиться Там Захочет приехать В этот монастырь То есть Если это Человек делает Не просто Ну вот Развлечение Там полистал Собачки Кошечки Храм И дальше Ну и все Тогда конечно Ничего не останется А если все-таки Это как-то задело человека И он хочет действительно Понять что это На самом деле В реальность То он уйдет С этого виртуального мира В реальный мир И там уже все-таки Соприкоснется Мне кажется так Но получается Отец Назарий Что Все-таки Чтобы Человек Листая вот эту Условно нашу ленту Кочечки Кочечки Собачечки Значит Бабочки И так далее Он все-таки Должен увидеть Вот этот храм То есть Церковь должна Там присутствовать Для того Чтобы человеку Показать Что есть еще И вот это Ведь получилось В свое время Я относился К социальным сетям Спокойно Но вот у меня Алтарник был Он был Айти Специалистом Он рассказал Такой интересный момент Что В интернете Есть свои законы Есть Значит Программы Которые Которые Продвигают Те или иные Новости Информацию Выше В список И ниже В список И Исходя из того Много ли выкладывается Определенного контента То и будет находиться Как говорят Обычно В топе И вот он Меня Прям попросил Он говорит Батюшка Надо обязательно Выкладывать О своем храме О своей жизни Какие-то проповеди Какие-то вещи Чтобы вот это Интернет-пространство Это в себя Брало Эта информация Как бы увеличивалась И она бы Куда-то поднималась Вверх А иначе пишешь В поисковике Там Русское православное Церковь А там выходит Всякая гадость На нее А мы Голь должны Как бы интернету Скормить Эту информацию Чтобы она Вот Заместила Вот эту вот Негативную информацию И получается Что сегодня Церковь Активно Присутствует В интернете Может вы Отец Назарий Даже можете Рассказать А непосредственно Где Православная церковь Есть в интернете Да везде Сейчас везде есть И на всех Там платформах Современных Интернет И отцы У нас есть Которые Уже все Бурно Развивается И уже Имеет определенные Формы Церковь Она как будто Немножко догоняет Все это дело Поэтому здесь Мне кажется То есть церковь Есть везде Ты можешь Везде найти информацию Даже там В интернете Если вбьешь На любую тему Вообще найдешь Ролик На любой вопрос Практически найдешь Ответ Который тебя Беспокоит Здесь единственное Нужно Как и во всех Других сферах Нужны просто Специалисты То есть Реальные священники Грамотные Которые понимают Как работать В интернет пространстве Которые понимают Как работать С медиа У которых Есть все-таки Таланты Способности И конечно же Нужны грамотные пиарщики Как бы это странно Не звучало Да В церкви Но то есть Реально Нам порой Не хватает Людей Которые Именно разбираются В том Как правильно Преподнести Какие-то новости Как правильно Преподнести Какую-то тему Это прям Реально беда Как правильно Вести диалог В интернете В том числе Особенно там Диалоги В комментариях Каких-то Или еще По разным вопросам У нас реально Просто Порой складывается В ощущение Как будто нет Какой-то культуры Вот именно Вот такого общения С там С комментаторами С подписчиками То есть Мы как бы Привыкли немножко Все-таки Что мы Священники Мы как бы У нас определенная Ответственность На нас лежит И мы К нам постоянно Подходят Там баечка Баечка И как бы зачастую На нас это накладывает Такой отпечаток Что мы иногда Немножко с высока Смотрим И в том числе В интернете Это тоже иногда Проявляется А интернет Это вообще абсолютно Ну не принимает В интернете Ты никто Абсолютно Вот где-то Написал комментарий Ты вообще никто Тебе кто угодно Может написать Что угодно Не посмотрит Ни на твой возраст Ни на твое звание Ни твои заслуги Ты там вообще никто И там это немножко Как бы все работает По другим механизмам И вот У меня например Складается ощущение Что нам реально Не хватает Вот грамотных людей В церкви верующих Которые умеют Работать с аудиторией В том числе С интернет аудиторией В том числе Там в сообществах Особенно когда Вот какие-то скандалы Медиа Начинают Взрывать пространство Ну почему У нас нет Реально таких Если так можно сказать Людей Кризисных Кризисные ситуации Умеют разруливать В том числе В медиасфере Этого очень не хватает И это все нужно К сожалению Как бы этим нужно Пользоваться Для того чтобы Уметь противостоять Вот тому злу Которое Противостоит В том числе И церкви И Если даже можно сказать Богу в этом плане Вот в Интернет пространстве В медиасфере Потому что это К сожалению есть И порой Прям кажется Как будто бы Осознанно Специально Льется грязь На церковь На людей верующих Иногда специально Провоцирует Вот у нас даже Был выпуск Перед После Пасхи Мы снимали И там буквально Вот за несколько дней До Пасхи До восхождения Благодатного огня Как специально В пику Один из наших Поисковиков Размещать в топе Новостей Что Оправдали человека Который там Написал Правду О схождении Благодатного огня Как специально Как в пику Они вот иногда В новости Вот увидят Какой-то скандальчик То что За что можно Ущипнуть И они это Специально выводят И начинают Смаковать С этим нужно Уметь работать Не так просто Отмахиваться Говорит Да вы все там Грешники Вы ничего не знаете Нужно уметь С этим работать И для этого Нужны грамотные люди Грамотные священники И вот этого Нам не хватает Поэтому Церковь Есть В медиапространстве Есть в интернете Это круто Это классно И над этим Нужно работать И я думаю Даже как бы Готовить специалистов Но патриарх Об этом уже сказал Тоже Он поддержал Действительно Начинание Священников Которые этим занимаются Но опять же Здесь Очень важный момент Как и В любой сфере Которая касается Публичности Которая тебе Приносит Определенную славу Здесь есть И риски Опять же Для самих людей Которые этим занимаются И к сожалению Такой опыт У нас в церкви есть Когда Публичные священники Сталкивались С валом критики В том числе Со стороны Священного начали Со стороны Просто людей Верующих И не всегда Удавалось С этим справиться Поэтому Это мне кажется То Через что Просто нужно Пройти Нашей церкви Научиться правильно С этим работать Я думаю Со временем Все будет в порядке Мы научимся Справляться с этим Научимся правильно Проповедовать В том числе Вот в этой В медиа В интернет сфере Мы уже к этому идем Уже есть у нас Такие проповедники Просто нужно Не закрываться От этих проблем Не говорить Все я в домике Все гаджеты Нужно выкинуть Жечь А как я вначале сказал Нужно научиться Как с этим работать И как идти дальше Как приносить пользу людям Самое главное Как через это Привести людей Ко Христу Спасибо большое Отец Назарий Дорогие зрители Все мы присутствуем Так или иначе В медиа сфере И наши передачи Тоже выходят Есть в социальных сетях Поэтому вы можете Подписаться На странице Самара ГИС Там есть раздел Нашей передачи Просто о вере Где можно оставить Свои вопросы Которые вам интересны А мы постараемся Их на передачах Раскрыть Поэтому приходите Подписывайтесь Подписывайтесь на нас С батюшкой Мы в социальных сетях Тоже есть Да и в принципе Православная церковь Уже давно зашла В это медиа пространство Интернет пространство Для того Чтобы и там Рассказывать О Боге Поэтому человек Может сегодня Узнать о нем Не выходя Из дома Спасибо за внимание Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»